Воздух искрит Самый страшный кошмар Вспыхнет в груди, но не согреет Сердце оставит пустым винтарный пожар Скользкие улицы, иномарки целуются Помятые крылья несчастной любви Минуты отмечены случайными встречными Но никто не ответит, что ждет впереди Плавится лед на ворхатном теле Тает, как легкий дымок, короткая ночь Время пройдет и однажды развеет Бестрая лента дорог, сомнения прочь Скользкие улицы, иномарки целуются Помятые крылья несчастной любви Минуты отмечены случайными встречными Но никто не ответит, что ждет впереди На стрелках перекрестки До горизонта плоский Город словно остров На краю земли Скользкие улицы, иномарки целуются Помятые крылья несчастной любви Минуты отмечены случайными встречными Но никто не ответит, что ждет впереди Добрый вечер, Гомель, на Беларусь 4 прямой эфир И сразу хочу сказать телефон нашей студии 342243, звоните, каждый из вас может стать участником нашей сегодняшней программы Только что для вас пел Андрей Савостин Аплодисменты, дорогие друзья Ну, во-первых, спасибо Да, мокрая улица это то, что сейчас очень актуально для нас Ну и добрый вечер, конечно же, Андрей Добрый вечер Очень рада видеть тебя в нашей студии Спасибо, что заехал Я знаю, что ты там с корабля на бал, на всяких мероприятиях И я думаю, для начала все-таки стоит познакомить наших зрителей с тобой поближе Дорогие друзья, Андрей не только играет на гитаре, не только поет Но он, скажем так, врач Такой настоящий, настоящий врач, который поет Знаешь, вот я знаю одного врача, который стал одним из самых успешных музыкантов Это Александр Зенбаум, дорогие друзья Я не то чтобы сравниваю, конечно Я просто хочу спросить, Андрей, а где ты себя комфортнее чувствуешь? Все-таки на сцене, вот в нашей студии, на съемочной площадке или вот с пациентами в больнице? Хорошо Правильнее было бы сказать, что я не только врач, но еще и пою Сказать, где комфортнее, очень сложно Мне нравится и медицина, мне нравится и творчество Но, видимо, раз я пошел в медицину, это все-таки ближе сердцу Пациенты, которым нужно помогать или словом, или лечением, или хотя бы даже просто присутствием Но музыка, музыка, творчество, концерты – это тоже в глубине души И у меня это скорее как хобби, как смена деятельности Чтобы отдохнуть после работы, вот получить приятные ощущения Но стоит просто отметить, что у тебя есть небольшое музыкальное образование Школа, музыкальная школа Ну, там гитара тоже присутствует? Честно сказать, в музыкальной школе я начинал с тромбона, потом туба, духовой оркестр Да-да-да-да, там долгий был путь Ничего себе, ну, мне кажется, надо еще сказать Врач в какой-то специальности, чтобы зрителям было понятней на протяжении часа с тобой общаться Я занимаюсь неврологией, я врач-невролог А, врач-невролог Дорогие друзья, врач-невролог Андрей Савостин, который при этом играет на гитаре и поет Сегодня у нас в гостях Ну, скажи, много ли времени ты проводишь за компьютером? Почему спрашиваю? Молодой, недавно студент, сегодня практикующий врач При этом ведешь очень активную такую, я знаю, жизнь Насколько вот активно пользуешься компьютером и другими гаджетами вообще? К сожалению, к сожалению, пользуюсь часто и пользуюсь много В университете это были книги, это были какие-то методички, распечатки Сейчас интернет и гаджет — это наши коммуникации Мы не можем отставать от времени А почему ты говоришь сожалением? Ты беспокоишься, ну, стоят глаза, наверное Да, и устают глаза, и вообще беспокоюсь о своем здоровье К вечеру часто чувствуется такая вот усталость, что хочется глаза закрыть, глаза протереть, потому что тяжело Особенно, когда еще за руль вечером садишься, и еще нагрузка Ну, к сожалению, это такая жизнь То есть ты от этого не готов отказываться, даже если, например, встанет вопрос о зрении? Если станет вопрос о зрении, полностью не откажусь Уменьшить количество использования возможно Андрей, ну скажи, есть ли в твоей жизни какие-то такие советы, рекомендации, скажем, такие способы, что тебе помогает, ну, скажем так, сохранить зрение или вот как-то нагрузку уменьшить на глаза в конце дня? Есть какой-то способ? Есть, я стараюсь в конце дня по возможности не пользоваться телефоном В принципе, это рекомендуют и просто врачи, чтобы отдыхал мозг То есть не пользоваться ты имеешь в виду интернетом, да, в телефоне, в социальными сетями? Да, интернетом, да Просто, возможно, если хочется чем-то занять время, почитать немножко книжечку, все А так до сна стараюсь вот за час ничего не... вот чтобы отдыхали глаза, чтобы отдыхал мозг Спасибо, дорогие друзья, нам очень интересно ваше мнение, как вы заботитесь о своем зрении, носите ли вы, например, очки и с какими проблемами, может быть, при этом сталкиваетесь Наш телефон в студии 34-22-43, звоните, а также оставляйте свои сообщения в Вайбере Каждый из вас может позвонить, написать и стать таким образом участником нашей программы, а также принять участие в нашем конкурсе Сегодня мы разыгрываем два комплекта пригласительных билетов на концерт во дворец Румянцевых и Паскевичей Спешу сообщить, что уже завтра, 8 августа, в 7 часов вечера в Белой гостиной дворца будут звучать виолончель и фортепиано Марк Приходько и Даша Мороз, лауреаты международных конкурсов, порадуют гамильчан своим мастерством Вот кто-то может выиграть первые два пригласительных билета на этот концерт прямо сейчас, в прямом эфире, ну а кто-то отправится на концерт самостоятельно Что же делать тем, дорогие друзья из вас, кто собирается выиграть эти билеты? Надо ответить на вопрос, очень простой вопрос, на мой взгляд, сколько раз в минуту моргает человек? Вот ваши варианты, мы ждем по телефону 34-22-43 Напоминаю еще раз вопрос конкурса, сколько раз в минуту моргает человек? Дорогие друзья, продолжаем прямой эфир, это программа Добрый вечер, Гомель Конечно же, я не случайно сегодня вот с Андреем завела разговор о зрении Дело в том, что по данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, каждый год более 2000 белорусов теряют зрение При этом своевременное обращение к врачу и новые технологии все-таки могут уменьшить эту статистику, так утверждают отечественные офтальмологи Поэтому сегодня мы поговорим о том, как сохранить и как улучшить зрение Ведь все-таки действительно, согласитесь, это вопрос очень актуальный, вот и Андрей тоже обратил внимание Сегодня мы очень много времени проводим за компьютером Итак, сегодня в нашей программе мы расставим все точки над «и», по крайней мере попробуем это сделать в таких вопросах, как Профилактика глазных заболеваний, существует ли она? Расскажем также о методах, которых предлагает современная медицина в лечении болезней зрения и узнаем, насколько они эффективны Мы научимся сегодня не стесняться носить очки, выясним, какие продукты помогают сохранить зрение Ну и, конечно же, обязательно разучим гимнастику для глаз Не переключайтесь, обо всем этом мы продолжим сразу после рекламы Дорогие друзья, на «Беларусь-4» продолжается прямой эфир Сегодня программа «Добрый вечер» Гомера решила поговорить о зрении Ну, для начала, еще раз объявляю вопрос конкурса По телефону 34 22 43 можно ответить на вопрос Сколько раз в минуту моргает человек, победителя ждет пригласительный билет на концерт во дворец Румянцевых и Паскевичей Концерт состоится завтра в 6 часов вечера в Белой гостиной Мне подсказывают, что у нас есть вариант ответа Давайте послушаем, правильный ли это ответ Добрый вечер, вы в прямом эфире Давайте с вами познакомимся Добрый вечер, меня зовут Ксения Ксения, ну давайте начнем с конкурса Сколько раз в минуту моргает человек, вот как вы думаете? Я точно знаю, мы играли в такую игру и мы подсчитали ровно 25 раз Я думаю, может это правильно 25 раз, подождите, вы играли в игру и моргали и считали? Мы играли в игру смотрелки, ну и решили посчитать, сколько же может моргать человек в минуту Ну вот так вот попробовали 25 раз, вы знаете, 25-30 раз правильный ответ и вы победили эти аплодисменты для вас, Ксения Ну и конечно же, два пригласительных билета, которые мы разыграли сейчас на концерт во Дворец Румянцевых Паскевичей, тоже достаются вам Ксения, если вы с нами, буквально еще один вопрос, скажите, пожалуйста, вы носите очки? Слава богу, нет Я желаю хорошего зрения, чтобы побольше находились на природе, на воздухе, я думаю, что оно поможет О, то есть это ваш совет, быть побольше на природе, на воздухе, спасибо, спасибо большое, эти аплодисменты для вас Ну что ж, действительно, первый совет уже поступил сегодня в нашей программе Дорогие друзья, напоминаю, сегодня в прямом эфире говорим о зрении И я хочу представить гостей в нашей студии, это врач-евтальмолог Оксана Сердюкова, добрый вечер, Оксана Здравствуйте И психолог Людмила Тутынина сегодня тоже у нас в гостях Добрый вечер Люда, я вот начну, наверное, с тобой разговор Я почему вот, потому что знаю, что ты носишь очки И ты вот даже сегодня принесла их в студию Да, ну по мере уже тогда для нас покажи Ты всегда практически в очках Вот, это за смелость тебе аплодисменты сейчас, да, звучат Скажи, пожалуйста, ты очки носишь с удовольствием? Знаешь, Наташ, когда я сегодня шла на передаче, да Я очень хотела, я взяла с собой, видишь, несколько очков, да Все, которые учили Чтобы показать важность этой темы и рассказать нашим зрителям, да Как очки могут снизить вашу самооценку буквально с первого раза, как только вы примерили очки Поэтому по поводу того, ношу я с удовольствием или нет, маленькая история, хорошо? Конечно Я буду еще уже таким прожженным психологом, уже такая все знающая, да Попалась на элементарных вещах Мне выписали рецепт, сказали, вам нужно одевать очки Носить очки, да, то есть уже время пришло Пошла в аптеку Ну или в аптеку, или что-то там рядом находилось дома Я говорю, вы знаете, вот, чтобы снизить вот эту, знаете, значимость, вот эти переживания И попалась женщина, которая говорит, вы знаете, что не переживайте, вот возьмите очки, вы будете только читать Вам же не нужно выступать перед аудиторией, это была самая грубейшая ошибка, одна из самых грубых ошибок, которые я совершала в жизни Я взяла очки, вот то, что мне предложили, вы теперь смотрите Это вот эти очки Да, как сейчас произойдет трансформация личности Смотрите А можно показать, да, нашим зрителям эту трансформацию личности? Да, да, да На самом деле, вот за смелость, да, за смелость аплодисменты, дорогие друзья Люда, я думаю, ты сама скажешь, да Вот что произошло, да, я мгновенно постарела на 10-15 лет, я превратилась в такую, знаете, клушу, да Осталось только черный какой-нибудь махеровый, махеровую какую-нибудь кофточку или темно-синюю, да И все, и образ неудачницы, женщины, он готов То есть ты так себя чувствуешь просто в этих очках? Так однозначно, еще более того я могу сказать Я носила эти очки не один год, года три, наверное, да До тех пор, пока мне не пришлось менять стекла Я пошла в магазин в другой И когда я показала оправу, сказала, пожалуйста, вот мне бы хотелось бы поменять вот стекла Сделайте меня моложе, да Не-не-не-не, я просто сказала, поменяйте мне стекла, я не осознавала это И девочка, консультантка молоденькая, мне говорит, послушайте, давайте вам подберем совершенно другую оправу Ведь вы же в этой оправе плохо выглядите И когда она стала... А теперь смотрите, вот другие очки Смотрите Даже я поаплодирую К очкам не относитесь легкомысленно, да Приобретайте всевозможные к очкам аксессуары Любите свои очки Почему? Потому что вы можете попасть в ту же самую ловушку, что попала я Однажды, приобретая, ну вот, скажем так, вот такие вот неудачные очки Людмила, скажи, пожалуйста, а с какими проблемами тебе, вот как человек, который носит очки, приходится сталкиваться ежедневно? Ну там они потеют, теряются, вот такие элементарные вещи, которые... Очень часто теряются очки, Наташа Очень часто Поэтому у меня куча всевозможных мест дома, где я очки выкладываю, например, только на столе или только на диванчике или где-то еще Но самая главная проблема в том, что если ты без очков, ты не можешь ответить, например, на телефонные звонки, да, там, ты не знаешь, где там твой телефон Ну вот такие вот помелочи На данный момент ты без очков очень хорошо отвечаешь на мои вопросы То есть, в принципе, это тебе, ну, для этого тебе очки не нужны Для этого мне очки не нужны, но если сейчас придется что-то почитать, мне, конечно же, придется одеть очки Ну что ж, Людмила, теперь у меня вопрос к тебе как к психологу В твоей практике были случаи, когда слабое зрение становилось вот для какого-то пациента реальной такой психологической проблемой? Были, были, особенно молодые ребята в период поступления в высшее учебное заведение У меня были дети, которые, вот, в частности, одна была девчина, которая мечтала быть стюардессой Она делала все для этого, она великолепно знала несколько языков И она не прошла комиссию, у нее было плохое зрение К 10-му, к 11-му классу резко стало падать зрение Вот сегодня вот наши доктора могут подсказать, как с этим быть И еще один мальчик, который хотел водить тепловозы, паровозы, тоже не взяли по зрению Конечно, это трагедия для детей, которые там полжизни, ну, не полжизни, там, всю жизнь мечтали вот только этим заниматься И не срослось Но это судьба Спасибо, Людмила, мы об этом обязательно поговорим чуть далее в нашей программе Оксана Дмитриевна, с какими проблемами, вот, по зрению чаще всего к вам обращаются сегодня пациенты? Ну, это, прежде всего, проблемы, связанные со снижением зрения Которые обусловлены аномалиями рефракции Такими, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресс-биопия Такие болезни, как отслойка сетчатки, катаракта, глаукома Это вот наиболее частый перечень заболеваний Ну, некоторые из них я вообще слышу в первый раз, и, наверное, слава Богу, да И как-то страшно, Наташа, стало, правда? Ну, да, как-то тогда Ты как-то про очки так красиво рассказала А здесь вот проза жизни называется Кто находится вот в группе риска, когда речь идет о зрении? Это возраст какой-то или образ жизни, статус? Начнем с возраста Прежде всего, это маленькие дети дошкольного возраста Почему? Сейчас вы все видите, как даже ребенка везут коляске У ребенка в руках планшет или какой-то другой гаджет Физиология органозрения такова, что глаз ребенка становится взрослым к 6-7 годам И это, соответственно, ухудшает зрение ребенка Вызывает в будущем большие проблемы То есть мамам, которые разрешают детям вот такого детсадовского возраста До 5 лет пользоваться своими телефонами Вы сейчас скажете, строго нет, да? Да, конечно, строго нет То есть до 6 лет ребенку вообще нельзя, наверное, я так поняла, с ваших слов, да, сейчас этим пользоваться? К факторам риска относятся заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, в частности артериальная гипертензия Сахарный диабет, особенно второго типа, которые сейчас помолодели и широко распространены у населения К факторам риска относятся различные вредные привычки Никотиновая зависимость, алкогольная зависимость, которые очень влияют на себя Компьютерная зависимость, да? Да Один из самых главных, наверное, факторов риска сегодня Не сами гаджеты, а время, проведенное за гаджетами Кроме того, мелькание, мерцание, световые волны, которые вызывают, ну, перенапряжение глаза Кроме того, к факторам риска относятся люди, которые злоупотребляют загаром, инсоляциями Которые наблюдают беззащитных средств за солнечным затмением, за лунным затмением Мне еще казалось, что в зоне риска люди после 40, женщины и мужчины Вот, нет такой категории людей Это, скажем, не ваши пациенты сегодня, нет? Ну, на сегодняшний день идет, как бы, и постарение населения И омоложение глазных болезней Если раньше определенный вид болезни встречался в более пожилом возрасте То теперь нередкость катаракты, глаукомы встречаются в более молодом возрасте Вот я бы хотела, Людмила, тебе еще вопрос задать Вот смотри, мы говорим о каких-то физиологических причинах, да? Ну, скажем так, этой болезни, разных заболеваний зрения А какие-то вот психологические механизмы существуют, которые ведут также к потере зрения? Вот на твой взгляд Даша, ну, вот есть интересное такое наблюдение у психологов Что люди, которые любят контролировать все вокруг, да? То есть очень напряженные изнутри, они очень часто теряют зрение И что вот интересно, когда общаешься с этими людьми и говоришь Вы так напряжены, позакройте, пожалуйста, глазки Послушайте музыку, отдохните, да? Они не могут, они, например, закрывают глазки, вот звучит музыка, да? И в какой-то момент они раз открывают, а хотя бы один глаз Им очень важно этот мир видеть, да? Люди, которые, прежде всего, визуалы, визуалы То есть им важно получать информацию через глаз За счет зрения Да, через зрение Вот, ну, это они, будущие очкарики То есть которые, ну, вот, в скором времени оденут очки Вообще в молодости мы редко задумываемся о том, что зрение может у нас ухудшиться Когда стоит насторожиться, Оксана Дмитриевна? Вот как вообще распознать, что со зрением что-то не так? Ну, видишь что-то, вот работаешь за компьютером, да? Ну, к концу дня, ну, все мы, да? Вот, как Андрей говорит Ну, что-то там потер, что-то там щепит Где-то что-то расплылось Ну, подумал, устал И не обращаешь на это внимания А на самом деле, как надо к этому относиться? На самом деле, на такие жалобы нужно обращать внимание Когда чувство инородного тела Жжение, песка в глазах Бывает к концу рабочего дня Утром Кроме того, когда появляются какие-то мошки Перед глазами, как говорят Вот, казалось бы, мошки, да? Каждому известные Искажения А вот эти мошки, о чем это говорит? Это говорит о проблемах со стороны сетчатки Со стороны стекловидного тела То есть нужно обязательно идти к врачу То есть это повод уже? Уже повод сходить к врачу У меня с ним мошки были? Есть, ну, как бы такой тест Если вы Так Заключающихся, ну, допустим, в пяти таких утверждениях Значит, если у вас есть чувство жжения, песка, инородного тела Итак, жжение, песок в глазах, дальше Если вы сидите, работаете в сутки больше четырех часов за мониторами Если у вас появляются снопические жалобы Головная боль к вечеру Боль в глазах Если И мошки Да, и мошки Если вы хотя бы ответите утвердительно на два таких момента То это повод идти к офтальмологу Дорогие друзья, мы вас ни в коем случае не пугаем Мы просто пытаемся, ну, наверное, помочь вам заботиться о себе и о своем здоровье Итак, есть пять основных моментов Если два из них хотя бы Отвечая на эти вопросы, вы можете сказать да Ну что ж, вот наш эксперт-офтальмолог Оксана Сердюкова Советует идти обязательно к врачу Итак, первое, это мошки Четыре часа работы за компьютером Жжение, песок в глазах Ну и что еще было? И головная боль к вечеру Вот после какого-то рабочего дня Или какого-то активного дня Ну что ж, мы ни в коем случае никого сегодня не пугаем Мы хотим просто обратить внимание На основные моменты, связанные с нашим зрением Первое, это какая диагностика сегодня доступна гомельчанам? И второй вопрос, это как, в принципе, современная офтальмология помогает сохранить и восстановить зрение? Ну вот давайте начнем, наверное, с диагностики Ну, на сегодняшний день жителям нашей области доступна самая высокотехнологичная диагностическая помощь Она присутствует у нас во всех офтальмологических центрах В частности, в РНПЦ Мы делаем от элементарной диагностики до самых сложных диагностических манипуляций Начиная от авторефрактометрии, пневматонометрии Заканчивая такими сложными диагностическими манипуляциями Как прижизненное сканирование слоев сетчатки Оптическая экогерентная томограмма Ангиографические исследования Эхобиометрические исследования Определение толщины роговицы Кривизны роговицы Ну и так далее Ну, тут много таких медицинских терминов, которые на самом деле, ну, просто действительно пугают, да? Но, хорошо, а как сегодня, что доступно сегодня в плане лечения? Скажем так, насколько шагнуло вперед современное? Автормология – это одна из передовых областей медицины И без обновления диагностического и хирургического оборудования Ну, мы не видим, не мыслим свою работу В нашем центре представлено современное, как диагностическое, я уже сказала, так и хирургическое оборудование Которое позволяет соответствовать нашей медицине, нашей офтальмологии мировому уровню Мы выполняем операции по замене хрусталиков Минимальными разрезами с имплантацией мягких интерокулярных линз Так называемой бесшовной хирургии Имплантируются разные линзы разных классов В том числе и линзы премиум классов Современные линзы, мультифокальные Используется современная хирургия глаукома Заболевания, приводящего к необратимой слепоте С имплантацией современных дренажных устройств Оперируются все виды отслоек сетчатки И ранее оперированных различными методиками С использованием различных тампонирующих расходных материалов Все осложнения сахарного диабета Используются также и предлагаются сейчас нашим пациентам Высокотехнологичные методики лечения макулярных разрывов Самых центральных отделов сетчатки Которые раньше невозможно было прооперировать Спасибо за ответ Я смотрю, вы тоже пришли сегодня и держите в руках очки Ну да То есть это, ну как вы считаете, это нормальное явление сегодня? Я нормальный перезбиоп То есть после 40, после 45 лет У нас страдает аккомандационный аппарат глаза То есть это те связочки, на которых держится хрусталик И нам все сложнее и сложнее аккомандировать на близком расстоянии Поэтому для того, чтобы убрать эти жалобы Хорошо видеть вблизи Мы пользуемся, начинаем пользоваться очками Вы знаете, есть такое распространенное мнение, что очки Мало того, что они, да, они дают комфорт Какой-то человек, который плохо видит, это очень важно Но при этом они не дают развиваться заболеванию Так ли это? Ну, это очень правильный вопрос Но это миф Это миф? Да, потому что Если нормальный человек в норме, ну он должен видеть 100% Почему человек с плохим зрением не должен Видеть 100% Пользуясь очками С помощью очков Он видит ту же картину мира Стопроцентную Кроме того, ну сейчас же существуют Разные методики коррекции зрения Кто-то может пользоваться очками различными Простыми, сложными очками, прогрессивными Кто-то может пользоваться линзами контактными И другими современными методами коррекции зрения Это выбор человека Ну и соответственно, конечно, и офтальмолога У которого наблюдается данный пациент А у вас есть какой-то личный рецепт, как сохранить зрение Или, скажем так, удержать его как можно дольше в таком нормальном состоянии? Ну, личного рецепта у меня нет Но прежде всего это зависит от образа жизни человека Есть такое понятие, как гигиена органа зрения В конце концов То есть нужно правильно питаться Избегать вредных привычек Вести активный образ жизни Работа с гаджетами должна быть тоже ограничена То есть в разумных пределах Спасибо большое Вот есть несколько сообщений от наших зрителей Даша говорит, что она использует капли для глаз после работы за компьютером Это то есть то, что ей помогает Ну, как она считает, наверное Дальше Оксана, телезрительница, принимает витамины Стас пользуется очками для компьютера А Юрий много ходит пешком и считает, что это снижает внутриглазное давление Как вы прокомментируете подобные сообщения наших зрителей и их методы сохранить зрение? В длительном зрительном напряжении, когда человек работает с монитором, с планшетом, со смартфоном Требуется усилие рассматривать экран И тогда происходит резкое замедление моргания То есть человек моргает намного реже, не 25 раз в минуту, а намного реже И вызывается сухость глазного яблока Появляется такой синдром сухого глаза И капли, они помогают И капли к вечеру, они убирают эти жалобы Есть много специальных капель, много разновидностей этих капель Ну, волшебных таблеток нету, но есть витаминные комплексы Которые позволяют компенсировать Получить организму те необходимые витамины, минералы Тот же литуин, зексантин Спасибо большое, эти аплодисменты для вас Ну что ж, дорогие друзья Вот мы только что обратили внимание на питание О том, что оно должно быть правильным Если вы хотите сохранить зрение и улучшить его Наши следующие гости утверждают, что секрет здорового зрения Как раз таки и заключается в здоровом питании Кстати, готова прямо сейчас поделиться своими рецептами вместе с вами Дорогие друзья, встречайте Элеонора Андреевна Максимова сегодня у нас в гостях Элеонора Андреевна, добрый вечер Проходите, пожалуйста Добрый вечер Рада видеть вас в нашей студии Как видите, я тоже в очках Очки ношу очень давно И мне стало очень интересно Что же из продуктов питания может мне в этом помочь Уже не сохранить его, но хотя бы поддержать то, что осталось Эти крохи И я вычитала, что самая хорошая ягода для зрения Оказывается, это черника Это чудодейственная ягода Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами очень интересным секретом Смузи чернично-банановым Замечательный, охлаждающий, питательный Для этого нам понадобится банан, черника И можете использовать кефир, можете использовать йогурт То есть три ингредиента Банан, черника желательно свежий или замороженный Вы знаете, что Ну, если мы можем порадоваться, полакомиться летом Ну, почему мы зимой не можем это сделать с вами? Тем более в лесу много черники Конечно, черники много И дело в том, что и вареники же хочется сделать зимой Знаете, как это все вкусно? Поэтому мы берем один банан Так Его очищаем Лежим на кусочки Все это благополучно забрасываем в блендер Так, то, что осталось Пожалуйста Пропорции такие Один банан, я так понимаю Да, черники можно побольше Я очень люблю, когда много черники Она в этом году, да Я заготовила на зиму Мы с подружками, с моими устраиваем вареничные посиделки И это с удовольствием делаем не только летом, когда много черники Но еще и Ну, кстати, тоже хороший рецепт для зрения вареники с черникой Добавляем Можно добавлять кефир, можно йогурт Можно добавлять все, что хотите Кисломолочный какой-то продукт Кисломолочный продукт, да Почти стакан, я смотрю Да, да, да С сахарами, вот что-то такое нужно Это по вкусу Если вам уже потом попробуете, вам захочется Можно добавить мед В нашем рецепте это И начинаем взбивать Поддержим аплодисментами По-моему, это уже аппетитно Очень аппетитно Хотя еще и не пробовали Вот такой замечательный черничный смузи Рекомендует Элеонора Андреевна Которая утверждает, что это помогает ей сохранить зрение Скажем так, не ухудшить его Ну, как получилось? Попробуйте Что скажете? Замечательный Добавлять ничего не надо Чувствуется и банан, и черника Вот во время рекламы Людмила может попробовать, да И убедиться в этом А вы представляете, сколько здесь еще витаминов и минералов? Вот давайте послушаем мнение сейчас специалиста У нас все-таки в студии есть эксперт Оксана Дмитриевна, вот все-таки распространенное мнение Что черника творит чудеса и помогает сохранить зрение Что скажете? На самом деле черника богата элементами, которые хорошо помогают глазам Прежде всего это витамины группа А, группы В, ПП, зеоксансин, лютеин Препараты в состав входят специальные растительные пигменты Которые способствуют образованию пигмента в глазу родопсина Есть ли разница свежая черника, замороженная, засушенная? Ну, как правило, считается, что она не теряет своих качеств даже в замороженном виде Скажите, как правильно питаться, чтобы как можно дольше не пришлось носить очки? Вот ваши рекомендации Ну, прежде всего, нужно использовать препараты, продукты питания, которые содержат жирные омега-3 кислоты Это морепродукты Так В частности, красная рыба, печень трески Очень необходим для глаз молочные продукты, а именно творог Для поддержания фиброзной капсулы глаза Он содержит кальций, белок, другие микроэлементы Очень полезны все желто-оранжевые овощи и фрукты Они богаты лютеином, зеоксантином, это и морковь, и тыква Ну, черника уже известная Черный шоколад тоже содержит большое количество Что вы говорите? Я же не знала, что черный шоколад можно есть для зрения Ну что ж, теперь будем менять свой рацион А в смузи его можно добавить? Кстати, да, если добавить его в наш смузи А вы знаете, я не пробовала, но можно попробовать Только все полезное, да, Андрей? Правильно, правильно, так, что еще? В принципе, мы все, наверное, перечислили основные, да? Никто не отказывается от белковой пищи, растительной пищи Все это необходимо для глаз Главное, в каком виде это употреблять Спасибо большое, спасибо вам за эти советы Ну, Элеонора Андреевна, у нас вот такой слайд есть Посмотрите, пять основных продуктов для зрения Черника, морепродукты Я попрошу еще раз режиссера показать нам слайд, пожалуйста Обратите на него внимание, Элеонора Андреевна И скажите, что чаще всего появляется у вас на столе Когда мы... Можно вот здесь вот посмотреть слайд Итак, морепродукты Морковь, черника Тыква? Да, есть тыква у нас еще в наборе И молочные продукты Ну, мне как пенсионерке морепродукты не особо так сказать Подходят Но зато я очень хорошо использую в своем рационе Это морковка Это тыква, выращенная на даче с удовольствием Тоже можно и запечь, можно сделать и цукаты И сегодня я хочу поделиться еще одним рецептом Очень вкусного салата Тоже витаминного В состав который входит морковь, яблоки, сок лимонный и орехи И не сказали еще, что мне кажется, что зелень тоже очень полезна для зрения Я читала, да, вот шпинат и даже петрушка Сейчас Елена Андреевна все вам расскажет Подождите, да И еще я слышала, что, да, я буду пока делать и говорить Значит, берем морковь Высыпаем Чем больше, тем лучше, я так понимаю, да? Я люблю много Я думаю, гостей угостить еще в студии потом Андрей уже облизывается, да Да Так, теперь берем яблоко Яблоко мы потрем на терке Да, я вот еще слышала, что 5 грецких орехов помогут еще для сохранения зрения Но вы так делаете, употребляете 5 грецких орехов? Да, это обязательно, у меня в рационе грецкий орех Мне кажется, говорили, что грецкий орех порох полезен для мозга, потому что он похож на мозг Вот, так он для всего полезен, да Ну, а там же еще вот эти омега-3, омега-6 Ну, мой папа, например, всегда говорил, что одно яблоко в день, и ты никогда не будешь болеть Видите, у каждого свой продукт, который помогает ему не только зрение, наверное, сохранить Ну, Наталья, в этом году такой урожайный год на яблоки, так что можно не только три Я их сейчас вот очень много ем Так, на терочке натираем яблоко Так А яблоки ж какие, свежий урожай Ой, вкусные, очень, очень В этом году красота То есть вы берете одно яблоко на где-то, я смотрю, на большую морковину Больше взять яблок, на такое количество моркови Ой, что-то Я стараюсь без шкурки Вот она, шкурка остается в руках Я уже заготовила на зиму яблоки, я уже приготовила пюре из них Из которого можно будет потом пирожки делать Так Пожалуйста Добавляем сюда яблочко Ну и как же обойтись без грецких орехов Ну я видела, вы уже их измельчили заранее Да, да, я заранее измельчила Так Очень красиво уже смотрится, очень такой витаминный получается у нас салат Так, дальше Теперь добавляем зеленушку У нас сегодня укроп и петрушечка И осталось сбрызнуть лимонным соком Полить это все щедро Сейчас Людмила опять задаст вопрос А где же приправы? Люд, как тебе такой салат? Хочется попробовать? Ой, Наташа, я всегда, вот наблюдая за женщинами, как вот наши гости, да Когда вот они все складывают, да У меня такое ощущение, да, что в них что-то есть такое шаманское Как, знаете, вот как алхимики, да Вот один ингредиент, второй Кулинария, да, это особое волшебство Да, да, завораживает, просто завораживает Посмотрите, он уже цвет какой красивый У меня уже какой стал Ну пока, Эля, ну разрывные витаминные Это как десертное блюдо получается Это салат, я понимаю, это самостоятельный салат То есть можно к бульбу, да, сварить Конечно, ну к бульбе давайте добавим морковочку по-корейски Да Нет, нет здесь на вас гастроэнтеролога и диетолога сейчас в студии Ну что ж, я так понимаю, зелень добавили, приправка будет какая? Заправка будет еще какая? Да, и сейчас можно это все взбодрить йогуртом Это уже на любителей, я так понимаю, да? Ну вы знаете, что я слышала, что морковку нужно немножко приправлять жиром, да? Чтобы лучше усваивался тот же витамин А Андрей, я не понимаю, почему ты еще здесь? Ты уже давным-давно должен быть возле Элеонора Андрея Давайте поддержим Андрея Сейчас Андрей попробует, что называется, продегустирует этот салат для зрения, который полезен Ну как, вкусен? Очень, очень вкусный, я буду готовить с собой на работу его О, отлично! Элеонора Андреевна, эти аплодисменты для вас, спасибо вам большое! Дорогие друзья, на Беларусь 4 продолжается прямой эфир Видите, мы готовим салат для хорошего настроения Также ждем ваших рецептов и ваших историй, как вы заботитесь о своем зрении Телефон студии 342243 Звоните и участвуйте в нашем конкурсе У нас есть еще один набор пригласительных билетов Это билеты на две персоны на концерт во дворец Румянцевых и Паскевичей Еще раз хочу напомнить, завтра 8 августа в 7 часов вечера в белой гостиной дворца Будет звучать виолончель и фортепиано Марк Приходько и Даша Мороз Лауреаты международных конкурсов Порадуют своим мастерством Кто-то прямо сейчас из вас, дорогие друзья, может выиграть Вот такой вот замечательный романтический завтрашний вечер Что для этого надо сделать? Позвонить по телефону 342243 и ответить на вопрос Какой цвет глаз у человека считается самым редким? Как вы думаете, серый, голубой или зеленый? Итак, какой цвет глаз у человека считается самым редким? Серый, голубой или зеленый? 342243 Мы ждем ваши варианты ответов Ну а теперь после такого замечательного салата Конечно же, только рок-н-ролл тихий и спокойный Итак, Андрей Савостин на Беларусь 4 АПЛОДИСМЕНТЫ И то, что было, набело, откроется потом Мой рок-н-ролл это не цель и даже не средство Не новое, а заново, один и об одном Дорога в мой дом И для любви это не место Прольются все слова, как дождь И там, где ты меня не ждешь Ночные ветры принесут тебе прохладу На наших лицах без ответа Лишь только от блески рассвета того Где ты меня не ждешь А дальше это главное Похоже на тебя В долгом пути я заплету Волосы ленты И не способный на покой Я знак подам тебе рукой Прощаясь с тобой Как будто с легендой Прольются все слова, как дождь И там, где ты меня не ждешь Ночные ветры принесут тебе прохладу На наших лицах без ответа Лишь только от блески рассвета того Где ты меня не ждешь Дорога в мой дом И для любви это не место Дорога в мой дом И для любви это не место Дорога в мой дом И для любви это не место Андрей, спасибо Дорогие друзья Андрей Савосин Сегодня украшает этот замечательный добрый вечер Я хочу напомнить для тех, кто только что включил телевизор Тема нашей сегодняшней программы Зрение Как сохранить зрение На что идете вы ради этого Звоните в студию Пишите в Вайбер Нам очень интересны ваши истории Есть конкретные вопросы Конкретные вопросы На которые мы попытаемся сейчас ответить От наших зрителей в Вайбере Виктория спрашивает Слезятся глаза на улице И от чего задает вопрос И как вообще избавиться от этой проблемы Оксана, попробуйте ответить Причина и следствия могут быть разные Это могут быть и тот же синдром сухого глаза Надо использовать слезозаместительную терапию Использовать перед выходом на улицу Тогда эти жалобы будут выражены Капли, вы про капли сейчас говорите Есть еще вопрос от Инны Как врачи относятся к цветным линзам Которые сейчас очень популярны у молодежи Вредно ли так? Попробуем сказать Я считаю, что это вероятнее всего Способ проявить себя Может быть в большей степени Конечно, целесообразнее Пользоваться прозрачными линзами Вот проявить себя И вот сразу, я смотрю, психолог уже готов подключиться Подключиться к беседе Насколько эффективны очки в дырочку? Задает вопрос телезритель Анатолий Очки в дырочку, которые есть в продаже в аптеках И можно ли вообще без назначения врача Приобретать такие очки и использовать их? Очки в дырочку, я так понимаю Это те, которые сейчас очень много Посеточные очки, да Вот, рекламируют их Ну, эти очки помогают снижать симптомы зрительного напряжения То есть то же самое, что ты выключил компьютер и отвернулся? Но при этом ты в очках-сеточку работаешь? Да, вот что-то типа такого эффекта Можно работать в очках-сеточку Смотреть телевизор, читать книжки Ну, то есть эффект будет? Да, при достаточно длительном занятии То есть не сильно напрягаются глаза? Я правильно понимаю? Да, глазные мышцы То есть в принципе возможно И без рецепта их можно тоже приобретать Можно приобрести Спасибо Еще один вопрос от Ольги Я так понимаю, это родитель, ребенок которого скоро пойдет в школу Летом ребенок полностью отказался от очков Но скоро опять в школу И я боюсь за его зрение Вот что посоветуете? Вот сейчас август очень актуально Ну, во-первых, надо узнать, есть ли проблемы со зрением у ребенка И каковы они? Потому что если есть серьезные проблемы То очковая коррекция, она необходима И стоит посоветоваться по этому поводу с детским офтальмологом То есть вот перед школой непосредственно прийти на прием и решить все вопросы, которые волнуют родителей В принципе, мне почему-то кажется, что каждая мама или папа могут вот сейчас вот в августе, пока еще есть время, да, до начала учебного года Сходить действительно на консультацию к офтальмологу Понять вот, как этот учебный год прожить, чтобы не было каких-то проблем И чтобы потом в дальнейшем вашего ребенка не называли очкариком Вот такое вот слово, которое, согласись, как-то вот идет оно вот как-то за нами Вот еще и с детства Вот у людей, которые столкнулись с этим Вот Леонора Андреевна даже обозначила, что очки стала носить очень в раннем возрасте Скажите, пожалуйста, и простите меня за этот вопрос Вот вам раздавалось вслед такое очкарик? Или, может быть, в вашем классе были вот дети в школьные годы, ну, которым это приходилось, в общем-то, пережить как-то? Носить очки я начала в школьные годы, но это было уже в старших классах Поэтому, знаете, не было того, чтобы в спину там очкарик Во-первых, я уже не первая их одела А, то есть вот важно, да, что вы не первая Я не первая, уже к этому, да, привыкли, адаптировались Ну, одела и одела То есть у вас комплекса не было такого? И класса никакого совершенно нет, и класс у нас был, конечно, очень дружный Поэтому только поддерживали друг друга Ну, наверное, вам повезло, потому что многие люди действительно стесняются носить очки Почему это происходит, и какими, в принципе, могут быть последствия для человека Который стесняется носить очки и пренебрегает рекомендациями офтальмолога Так вот, об этом мы поговорим сразу после рекламы Оставайтесь с нами Дорогие друзья, на Беларусь 4 продолжается прямой эфир 34 22 43 Телефон в студии У нас также есть Вайбер Сегодня мы говорим о зрении, о том, как же его сохранить Нам очень интересны ваши советы, вопросы, может быть, даже рекомендации Также у нас конкурс Мы разыгрываем два пригласительных билета на концерт Который состоится завтра в Белой гостиной В Дворце Румянцевых-Паскевичей Вопрос конкурса, напомню, довольно простой Как вы считаете, какой цвет глаз? Один из самых редких Мне подсказывают, что есть какой-то вариант ответа от наших телезрителей Вот попробуем сейчас поговорить Для того, чтобы узнать, правильный ли это ответ Добрый вечер, вы в прямом эфире Говорите, пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Марина Марина, скажите, какой у вас цвет глаз? У меня серо-зеленый Серо-зеленый, а как вы думаете, какой самый редкий в мире? Думаю, что зеленый Зеленый, то есть вы практически думаете, что вы одна из тех редких женщин, которая носит, можно сказать, такой цвет глаз, да? Я думаю, что да Вы правильно думаете, вы стали победителем конкурса, эти аплодисменты для вас Действительно, зеленый цвет глаз считается самым редким в мире Вам просто повезло И повезло нам, что вы, вот такая вот зеленоглазая телезрительница, дозвонились к нам и правильно ответили на вопрос конкурса Пригласительные билеты ваши, так что забирайте Спасибо большое Спасибо и вам за этот звонок Дорогие друзья, времени остается мало, а вопросов еще достаточно Вот наш телезритель Алексей написал такое сообщение Стесняюсь носить очки на работу Заменил линзами, но чувствую себя некомфортно Вот согласитесь, для кого-то очки это большая дилемма, носить или не носить Вот даже, казалось бы, для взрослого человека Я предлагаю разобраться в этом вопросе вместе с психологом, офтальмологом Людмила, синдром очкарика, который испытывает практически каждый человек, которому выписывают очки Вообще, существует ли он до сих пор? Вот когда все-таки очки стали, вот мы уже определили это, да? Модным аксессуаром для нас сегодня, как ты думаешь? Наташ, синдром появляется тогда, когда человек получает реакцию извне Что что-то не то, я не так выгляжу Помните фильм «Служебный роман»? Директриса ходила в таких ужаснейших очках Вот сто процентов ее можно назвать очкариком, правда? То есть очки уродуют ее внешность И человек, который стесняется носить очки, чаще всего Это те очки, которые, вот как я уже сегодня показывала, их не надо носить Они действительно меняют Которые занижают самооценку Которые снижают самооценку И вот этому парню, который поменял очки на линзы, ему некомфортно, да? Совет, да найдите свои очки А выделите, не пожалейте нам какую-то денежку Пройдитесь там по магазинам где-то Ну найдите, сформируйте свой образ, чтобы это было стильно, красиво И чтобы вслед говорили, ой, какой красивый молодой человек Какой мужчина Какой мужчина Но ни в коем случае не очкарик В утверждении слов хочется добавить, что вот многие модные магазины, бутики Продают просто очки с обыкновенными стеклами Которые не меняют зрение Сегодня стильно, между модно, да? Да, то есть это модно Некоторые люди специально носят, поэтому правильно Здесь, наверное, вопрос не в том, что Ну, очки плохие, а подобраны не те очки То есть человеку некомфортно, неуютно Это ровно как, я считаю, ну, очки это аксессуар, как каждый пиджак, туфли И это тоже, за которым нужно следить И подбирать то, что модно и подходит тебе То есть очки, дорогие друзья, сегодня Украшают нашу внешность И если к этому так относиться, да, Елена Андреевна? Да, конечно Тогда никогда, никогда за вами не будет шлейфа очкарика Наташенька, ну знаешь, еще что хочу сказать Вот очень часто мультяшный образ, чтобы подчеркнуть какую-то недотепость, да Вот какую-то вот ограниченность этого образа, да Одевает на этого мультяшного образа очки Ну, например, там, ежик в смешариках, да Или там почтальон печкин, да Или там Не родись красивой Да, там В фильмах, да, не родись красивой Ну там трансформация же какая Очки вот с такими огромными линзами, да Такие вот, ну, некрасивая, да Вот этот предмет, вот чтобы подчеркнуть образ Поэтому, ну, глядя, наблюдая вот этими образами И выведя на экране Надо нам просто делать выводы Ага, вот так я не хочу выглядеть, я так хочу Вот и все Спасибо А мне вот интересно, Лариса Митриевна, скажите Человек, который, ну, сейчас не прислушается к нашим советам И при этом не прислушивается к советам офтальмолога Который выписал ему очки Вот чем он рискует? Он рискует безвозвратно утратить зрение И потом его не восстановить Поэтому, если врач прописал очки Их нужно обязательно носить Ну, если по какой-то причине человек не может носить очки Существуют разнообразные методы коррекции зрения Ну, то есть, как уже говорили, контактные линзы Они бывают мягкие, бывают жесткие, ночные Ну, и более современные методы коррекции Это, так себе, лазерная хирургия, лазерная коррекция зрения То есть, человек всегда может сделать выбор Сегодня есть большой выбор, по крайней мере Главное просто взять и прийти к офтальмологу Да Скажите, пожалуйста, вообще, вот врач-офтальмолог сегодня становится популярнее, чем еще, допустим, лет 10 назад Ну, грамотность населения выросла Все-таки они прислушиваются к советам профессионалов Черпают информацию из интернета Поэтому есть настороженность И очень востребован офтальмолог на сегодняшний день Спасибо большое Наташа, можно я спрошу? Как я понимаю, наш РНПЦ – это адрес передового опыта И вот вы говорите о новых технологиях А насколько это доступно, ну, скажем так, для среднего гражданина по деньгам? Вот скорректировать зрение, вот вы говорите Коррекция зрения Стало ли это массовым явлением сейчас? Ну, в общем-то, это массовое явление Но мы в своей работе руководствуемся клиническими протоколами И там то, что прописано в клинических протоколах Гражданин нашей области, гражданин Республики Беларусь получает у нас бесплатно Отлично Те расходные материалы, которые не прописаны в клинических протоколах За те расходные материалы То есть не надо бояться, да? Потому что у людей разное представление об этом Спасибо, спасибо вам большое за вот подобный диалог На самом деле очень важно Я бы хотела обратиться к нашим зрителям Чтобы не пришлось, да, тратить деньги на какие-то подобные манипуляции Можно просто попробовать заняться профилактическими, наверное, мероприятиями для начала Чтобы сохранить свое зрение Вот мне интересно, Элеонора Андреевна, кроме приготовления вкусных салатов и коктейлей Что еще вы используете, чтобы поддерживать свое зрение в хорошем состоянии? Ну, скажем, в каком, возможно, на сегодняшний день? Ну, я думаю, это существует очень много упражнений специальных для глаз Гимнастика вы имеете в виду? Да, упражнения-то эти очень даже простые Покажите Допустим, если вы вот устали вечером И нужно, чтобы глаза ваши немножко отдохнули Зажмурьте их сильно-сильно-сильно Просчитайте, досчитайте до четырех И раскройте, расслабьте эти мышцы Очень хорошо для того, чтобы дать отдых уже вечером, да? Это компрессы Заварите два чайных пакетика, да? Пусть они остынут немножко И приложите Обыкновенного чая Да, обыкновенный чай, обыкновенный, зеленый, черный, любой Если нет, пожалуйста, используйте отвар ромашки Можно, отвар череды Ватные тампончики Приложили и глазки ваши вечером отдохнули Главное, вы расслабились Да, и расслабите, да А упражнения, они всевозможные Самое главное, чтобы во время выполнения упражнений Голова была неподвижна, да? Вот, вы сели ровненько, расслабили Плечи так Плечи повесили немножко, расслаблено И давайте с вами взглянем наверх А потом взгляда, допустим, вниз И вот такую линию будем рисовать Сверху-вниз 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 Оксана Дмитриевна, ну скажите Ну неужели вот такие вот обычные вот эти Сверху-вниз, туда-сюда Зажмурятся Обыкновенные упражнения Могут действительно помочь сохранить зрение? Ну конечно Эти упражнения помогают Еще раз хочу сказать, повторить Снять зрительное напряжение При длительно существующем Зрительном напряжении Соответственно возникают проблемы Со зрением Но существует еще такой фактор Как форма глазного яблока Ведь упражнениями мы форму глазного яблока Не изменим, правильно? Есть маленькие глазки Это у дальнозорких людей Есть большие глазки У близоруких людей Поэтому делать упражнения очень хорошо Чтобы снять фактор напряжения Тем самым мы улучшаем кровоснабжение Приток питательных веществ И улучшаем свое общее самочувствие Этими упражнениями Потому что и поэтому их нужно выполнять Три упражнения, которые вот вы сейчас скажете И я начну даже Выполняйте все наши зрители, наверное, тоже Покажите Частая моргания Так, пробуем Давайте все вместе Три-четыре Пробуем Частая моргания Дорогие друзья, вместе с нами Повторяйте, пожалуйста Частая моргания Рисуем геометрически Значит, все упражнения требуются выполнять по нескольку раз Там, ну, по 20 секунд Так Допустим, трижды Поморгали 60 секунд с перерывами Хорошо, дальше Можно меньше уменьшить время Так, у меня так это аж полегчало, да Рисуем не только прямые линии Но рисуем фигуры Допустим, выбираем перед собой стену И начинаем вводить глазами Нижний левый, верхний левый Верхний правый, нижний левый Ну и так далее, любые геометрические фигуры рисуете Самое знаменитое упражнение Это с точкой, с меткой на стекле То есть мы выбираем на стекле Или бумажку клеим, или какую-то царапинку И, соответственно, выбираем предмет Ветку дерева Там Предмет за стеклом И переводим взгляд Это вы считаете самое распространенное? Да, это самое распространенное упражнение Для снятия зрительных нагрузок Спасибо Вот будем, есть чем заняться Что называется сегодня вечером И не только Спасибо большое Вот мне интересно, Андрей Изменилось ли как-то твое отношение к зрению В ходе нашей программы Вот какие-то выводы Может быть ты лично Вот для себя сделал сегодня Я прозрел Прозрел в плане знаний Прозрел в плане знаний Потому что Ты все это В университете это все училось Это все как-то таким Теоретическим аспектом А тут практика Салатик Можно на работу брать салатик Упражнение лишний раз себе напомнил В принципе было Испытал на себе Да, испытал на себе Попробовал упражнение Узнал, как пациенты реагируют на очки Потому что ко мне же тоже будут приходить пациенты Возможно у него это тоже будет как сопутствующая проблема Так что очень много интересного Спасибо Дорогие друзья Надеемся, что вы тоже сделали определенные выводы Сегодня в ходе нашей программы Хочется пожелать вам одного Берегите себя Берегите своих близких И конечно же Будьте здоровы Это был еще один добрый вечер Гомель С Натальей Волынец До новых встреч в прямом эфире И музыка Музыка Андрей Савостин Сегодня закончит Эту программу Лица стерты, краски тусклые То ли люди, то ли куклы Вгляд похож на взгляд Оттень на тень Я устал и отдыхая В балаган вас приглашаю Где куклы так похожи на людей Я устал и отдыхая В балаган вас приглашаю Где куклы так похожи на людей Орлекины и пираты Циркачи и акробаты И злодейчик внушает страх Волки, заяц, тигры в клетке Все они марионетки В ловких и натруженных руках Волки, заяц, тигры в клетке Все они марионетки В ловких и натруженных руках кукол дергают за нитки на лице у них улыбки играет клоун на трубе и в процессе представления создается впечатление что куклы пляшут сами по себе ах да чего ж порой обидно что хозяина не видно вверх и в темноту уходит нить куклы так ему послушны что мы верим простодушно в то что кукла может говорить куклы так ему послушны что мы верим простодушно в то что кукла может говорить Но вот хозяин гасит свечи, кончен бал и кончен вечер, засияет месяц в облаках. Кукол снимут с нитки длинной и, засыпав нафталином, видят ряпок, сложат в сундуках. Кукол снимут с нитки длинной и, засыпав нафталином, видят ряпок, сложат в сундуках. Продолжение следует...